Вы смотрите Большие Воскресные Вести. Мы продолжаем. Отечественное авиастроение на пороге больших перемен. Уже через полтора года Россия выпустит на рынок принципиально новый среднемагистральный лайнер МС-21. Это главная надежда нашей гражданской авиации. Ну а в ВВС ждут главную военную новинку истребитель пятого поколения Су-57. Когда он поступит на вооружение и каких самолетов нам еще ждать? Об этом не только глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал нашей Наиле Аскерзаде. В небе над Жуковским истребитель Су-57. Быстрый, маневренный и совершенно невидимый для чужих радаров. Чтобы взлететь ему достаточно расстояния в 300 метров. Конечно, многие мечтают хотя бы просто подойти к самому засекреченному новейшему истребителю пятого поколения Су-57. Но у нас есть уникальная возможность рассмотреть его в деталях. Король воздушного боя. Машина настолько уникальная, что снимать можно далеко не все. Современный локатор позволяет обнаруживать цель на значительном расстоянии. Двигатель теперь с увеличенной тягой и топливной эффективностью. А умная кабина подскажет пилоту, как действовать. На самом деле, полетав на этом самолете, когда доводится летать на предыдущем поколении, думаешь, ну как же здесь стало уже хуже. Здесь надо включить то, сделать то. Здесь ничего нет. Здесь очень серьезная интеллектуальная поддержка летчика. Много самолет делает за него. И позволяет сосредоточиться на основных боевых задачах летчика, не отвлекаясь на различные мелочи. Тарас Арцебарский — летчик-испытатель первого класса. Сын космонавта Анатолия Арцебарского. Так что к небу близок был с самого детства. Уже освоил более 20 типов самолетов. Так что ему есть с чем сравнивать. А вы помните свой первый полет на этом истребителе? Конечно, помню. Такие вещи у летчиков не забываются. Любой вылет на новом типе самолета, а тем более на таком. А как вы между собой с коллегами называете эту машину? Ну, мы его называем по индексу его между собой. Полтинник, ласково, по-доброму. И так до сих пор его и называем, поскольку привыкли. На Западе интерес к этим истребителям возрос после переброски двух таких машин в Сирию. В феврале этого года. Когда эти самолеты уже будут поставлены в распоряжение Минобороны? До конца лета. Я думаю, что, наверное, на Патриоте мы подпишем с Минобороны контракты. Это такое знаковое событие для нас. На поставку первой снаночной партии. Всего у нас заполняла закупка порядка 12 машин. Вот, собственно, с следующего года начнется поставка уже непосредственно в части. Легендарный Ту-95МС – стратегический бомбардировщик ракета «Носец». В НАТО ему присвоили имя «Медведь». И хотя он принят на вооружение почти полвека назад, после глубокой модернизации отлично выполняет свои задачи. Это уже будет фактически новый самолет в старом фюзеляже. Будет полностью новая, так называемая, стеклянная кабина. Новый навигационный комплекс. Главное, что будет стоять, новый двигатель, модернизированный с новыми винтами, которые позволят увеличить количество ракет практически вдвое. Испытания двигателей проходят при помощи вот такой летающей лаборатории. Сейчас здесь тестируют двигатель для нового пассажирского самолета МС-21. Сам лайнер потихоньку осваивает небо. Самолет подтвердил заложенные характеристики. Достиг высоты 12 тысяч метров. Скорость в 966 километах истинно была достигнута. Сейчас с нами проходят полеты на устойчивую управляемость. Для МС-21 в Жуковском специально возвели новый ангар. В помещении хирургическая чистота. Создание цифрового лайнера требует, чтобы и производство, и испытания проводились в идеальных условиях. А как вы думаете, в перспективе когда-нибудь первые лица могут пересесть на МС-21? Мы очень надеемся. Наиля Аскерзаде, Олег Злобин, Сергей Горецкий, Марат Кагарманов. Вести.